История быстротечна Историю, что грех забывать 18 июля 1936 года В эфире одной из радиостанций На Пиренейском полуострове Вдруг прозвучала идиллическая фраза Над всей Испанией Безоблачное небо Это был условный пароль Военных заговорщиков Сигнал к выступлению против законного Правительства Испанской Республики Так начался фашистский мятеж В этой стране Взбудораживший весь мир Вскоре во главе хунта заговорщиков Встал генерал Франциско Франко Он сразу же получил Безоговорочную поддержку Гитлера И Муссолини Лондон и Париж умыли руки Заняв фальшивую позицию невмешательства А фактически Потворствуя преступным действиям Генерала Франко Испанской Республике Грозила гибель У нее не было регулярной армии Не было вооружения А фашистские мятежники Получив от Германии и Италии Танки и самолеты Развернули наступление на Мадрид В этой критической ситуации Правительство Испанской Республики Обратилось за помощью к Москве В Кремле долго не раздумывали В ответ полетела телеграмма Мы считаем своим долгом В пределах имеющихся у нас возможностей Прийти на помощь Испанскому правительству Возглавившему борьбу всех трудящихся Всей испанской демократии Против военно-фашистской клики Братский привет Сталин, Молотов, Ворошилов Сталин, конечно, имел Свои политические виды на Испанию Где недавно образовался народный фронт Ведущей силой которого стали коммунисты Но в Кремле, безусловно, сознавали и другое Фашизм открыто бросал вызов всей Европе В том числе и СССР И этот вызов Москва не могла не принять Мы решительно заявляем Мы не допустим Гадов фашистов Для того, чтобы она властвовала в Испании В каждом рубле В каждой кофейке В каждой подстылке Испанскому народу Заложена наша солидарность Наша воля Беспредельная любовь Испанской революции События в Испании вызвали Самый горячий, искренний отклик у нашего народа В котором тогда чувства интернационализма Были очень сильны Тысячи советских граждан Хотели ехать защищать Мадрид А военное командование Было буквально завалено рапортами Летчиков, танкистов, артиллерийстов Готовых сражаться за Испанскую республику Из разных стран в Испании Устремились добровольцы Люди самых разных взглядов и убеждений Решившие дать отпор Наглеющему фашизму Народный фронт Испании Спешно создавал отряды рабочей самообороны Формировал первые части Республиканской армии Но хуже всего обстояло дело С военной авиацией Ее у республики почти не было И Мадрид с воздуха Оказался совершенно беззащитен Немецкие и итальянские летчики Регулярно совершали налеты на город В начале октября 1936 года Под Мадридом приземлился пассажирский Дуглас Его встречал генерал Игнасио Видальго де Сеснерос Командующий практически несуществующих Военно-воздушных сил По трапу прибывшего самолета Сошел широкоплечий мужчина С черной курчавой шевелюрой В легком кожаном пальто Дуглас коротко представился он И заметив некоторое недоумение У встречавших Шутливо кивнул на самолет за спиной Да, я его однофамилец Переводчик перевел И все рассмеялись Не прошло и нескольких дней Как Сеснерос оценил достоинства Генерала Дугласа Направленного сюда Москвой Его живой ум, быстроту реакции И высочайший профессионализм Сеснерос решил предоставить ему Полную свободу действий Первым делом Дуглас сформировал Интернациональные эскадрильи Из летчиков уже прибывших сюда Из разных стран Среди них были и те Что после Октябрьской революции Нашли свою новую родину В Советской России Швейцарец Эрнст Шахт Итальянец Прима Джебелли Болгарин Волкан Гаранов Он же Захарий Захариев К этому времени Удалось закупить за границей И с большим трудом Перегнать в Испанию Партию старых Видавших виды самолетов Типа Бреге-19 Ньюпор Потес Драгон Что ж, сказал Дуглас Начнем бить фашистов Тем, что и имеем 28 октября Группа самолетов Республиканцев Ведомая генералом Дугласом Произвела внезапный налет На несколько аэродромов-мятежников В Салавере, Севилье, Гренаде Десятки юнкерсов и фиатов Застигнутых врасплох Были уничтожены на земле А в порты Испанской республики Уже стали прибывать Первые корабли Советского Союза По пути их преследовали Пытались топить Немецкие подлодки и самолеты Но большинство судов Прорвалось Доставляя в Испанию Танки, орудия, самолеты Танкистов и летчиков Как их здесь ждали Первые 30 советских истребителей И бомбардировщиков Были собраны в рекордные сроки За несколько дней И вскоре Уже шли в бой Ведомые Дугласом Это имя было в Мадриде У всех на устах О бесстрашном генерале Совершавшем дерзкие рейды По тылам фашистов Было известно только то Что он Амиго Рус Русский друг Увидев его впервые На митинге В театре Кардерон Восторженная толпа Подняла его на руки И долго качала Первые победы советских летчиков Омрачила жуткая история Фашистский самолет Сбросил над пригородом Мадрида Заколоченный ящик В нем обнаружили Расчлененный труп Удалось установить Что это Останки капитана Владимира Бочарова Еще плохо знакомый С местностью Он посадил Свой подбитый самолет На вражеской территории Фашисты убили его А потом надругались Над мертвым телом В ящике лежала записка Это подарок Командующему Воздушными силами Красных Пусть знает Что ждет его самого И его летчика Это была не пустая угроза Много времени спустя Станет известно Что Гитлер Узнав о появлении В Испании Опасного русского шеф-пилота Пришел в ярость И приказал его сбить Но боевые друзья Дугласа Всегда были на чеку Они свято следовали Его боевой заповеди В бой вступай А товарища не забывай Дуглас придавал Огромное значение Слаженности действий Экипажей В воздушных поединках Их взаимной выручке И учил побеждать Не числом А умением Пока в распоряжении Дугласа было еще Мало самолетов Он придумал Хитроумный способ Чтобы обмануть Противника Когда одна эскадрилья Садилась на аэродром Другая тут же Поднималась в воздух Когда и это Возвращалось С боевого задания С аэродромом Мгновенно поднималась Третья эскадрилья Такая беспрерывная Карусель Создавала у фашистов Иллюзию Будто Мадрид Защищают не десятки А сотни Республиканских самолетов И все же У фашистов Еще сохранялось Уверенное превосходство В воздухе И они подоргали Мадрид днем И ночью Все более зверским Бомбежком Рассчитывая Деморализовать Жителей города Принудить их К капитуляции Рушились целые кварталы В пепел Превращались Великие творения Испанского зодчества Гибли женщины Дети Старики Жизнь мадридцев Превратилась В ад И тут случилось Невероятное Этот день 26 ноября 36 года Жители Испанской столицы Запомнят надолго Город Шли бомбить 14 немецких Хейнкелей И итальянских Фиатов Неожиданно Им на перехват Устремились Какие-то юркие Незнакомые самолеты Это были Советские Истребители И-16 Испанцы Потом любовно Назовут их Чатос Курносые Из-за формы носа Описать тот момент Словами невозможно С волнением Вспоминала Легендарная Долореса Барури Крик радости Благодарности Облегчения Вырвавшийся В едином порыве Из тысяч сердец Поднимается От земли К небу Наши 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 Отныне Фашисты Уже не смогут Безнаказанно Бомбить Мадрид И все его жители Знают Что это заслуга Русских парней Которые По конспиративным Соображениям Носят Испанские имена Хосе Антонио Эмилио Диего Многие из них Были питомцами Генерала Дугласа Служившими Под его началом Еще в Союзе Другие уже здесь Под его крылом Мужали Учились науке Побеждать Становились снайперами Воздушного боя Запомните их имена Павел Рычагов Евгений Птухин Иван Проскуров Федор Орженухин Иван Капец Борис Туржанский Петр Пумпур Иван Лакеев Виктор Хальзунов Потом им на смену Пребудут другие Несколько десятков Советских пилотов Сражались в небе Испании С 36 по 39 год Почти до самого Падения Республики Один французский Летчик-доброволец Воевавший в Испании Писал в Париж Все советские Летчики Полны задора И мужества И некоторые из них Являются в своей Профессии Подлинными акробатами У них блестящий ум Любовь к своему Ремеслу И высокое Профессиональное Сознание Все они Подчиняются Строгой дисциплине Без единого Ропота Да, в команде Дугласа Дисциплина была Железной Ведь от нее Во многом Зависел успех Каждой операции Да и жизнь Самих летчиков А вот в войсках Республиканцев Дисциплина На первых порах Сильно хромала В некоторых частях Было много Идейных Анархистов Которым все Трын трава И каждый Каждый себе Командир Именно из-за Такой Анархистской Братвы Случилось Однажды Большое Несчастье Капитан Сергей Тархов Один из самых Бесстрашных Защитников Неба Мадрида Возвращался С боевого задания Когда на него Накинулась Стая Фашистских Истребителей Машина Загорелась Но Тархов Успел Выброситься На парашюте Когда летчик Уже благополучно Прибежался К земле По нему Неожиданно Был Открыт огонь И не со стороны Противника А из Республиканских Окопов Без всякого Приказа Потом Анархисты Клялись Что Приняли Сбитого Летчика За фашиста Подавляя Гнев и боль Дуглас немедленно Добился приказа Обязывающего Всех бойцов И командиров Республиканских войск Под угрозой Военного трибунала Брать под охрану Сбитых летчиков И направлять Их в штаб Этот приказ Предписывал Так же поступать И с фашистскими Пилотами С пленными Не воюй Свой командный Пункт Дуглас оборудовал На последнем этаже Одного из самых Высоких зданий Мадрида В здании фирмы Телефоника Централь Чтобы попасть туда Следовало подняться На четырнадцатый этаж А потом еще Взбираться В башню По крутой Винтовой лестнице Ее шутя Крестили Тренажером Дугласа Однако на командном Пункте Генерал Не засиживался То и дело Воезжал на фронт И сам рвался В бой Но на каждый Боевой вылет Дугласу Надлежало Получить Особое Разрешение Москвы Генштаб Дорожил Жизнью Талантливого Военачальника А он все же Добивался Своего И участвовал В десятках Боевых операций Меньше чем за год Налетал в Испании В общей сложности 1223 часа В те месяцы Корреспондент Правда Знаменитый Михаил Кольцов Часто встречался С генералом Дугласом В испанском Дневнике Кольцова Читаем Дуглас носит В кармане Своей простой Тужурке Маленькую Записную книжку В ней он выводит Свои прибыли И убытки Баланс Получается Поразительный Летчики Республиканской Испании За два месяца Только в мадридском Секторе Збились 70 Германских И итальянских Самолетов Личность Генерала Дугласа Особенно Заинтересовала Эрнеста Хемингуэя Всем сердцем Прикипевшего К Испании К добровольцам Сражавшимся Против фашистов Слушая Дугласа Он восторгался Какая сила Какая ярость Такие люди Сражаются За чистое Дело Я это чувствую Вижу Но кто же Этот загадочный Дуглас Правда ли Что он Советский Генерал Какое Прошлое За плечами Этого Немногословного Человека С грустными Глазами Все это Тогда Осталось Тайной Для Хемингуэя Но нам Пора Уже Раскрыть Этот секрет Настоящее Имя Дугласа Яков Владимирович Смушкевич Родился Он В самом Начале 20 века В захолустном Литовском Городке Рокишкис На самой Окраине Царской России В семье Бродячего Портнова Женившегося На девушке Из латвийской Деревушки Боровки Такой же Беднячки Как он Но грамотный Она и научила Своего первенца Якова Читать И писать Сын Рос Смышленым И не по годам Самостоятельным Когда в Первую Мировую Германский Фронт Приблизился К Рокишкису И издалека Уже доносился Гул канонады Семья Смушкевича Покинула Свой дом И двинулась Вглубь России Они Обосновались В Древней Вологде Здесь 13-летний Яков Начал Свою Трудовую Жизнь Сперва Стал Подручным Пекаря Потом Вместе С отцом Разгружал Баржи На пристани Артельщики Дивились Богатырской Силе Подростка И его Рассудительности Февральская Революция Все всколыхнула И 15-летний Яков Почувствовав Себя Сразу Взрослым Ударился В политику Стал выступать На митингах Защищая Права Таких Как и он Грузчиков Но Долго Ораторствовать Ему Не пришлось Устав Отскитаний Семья Решила Вернуться В родной Рокишкис Хотя Немецкие Войска Еще Хозяйничали Там Быть может Яков Так бы Остался В этом Повинциальном Городишке Унаследовал Профессию Отца Обзавелся Семьей Но Однажды Не выдержав Он Заступился На улице За местную Девушку Которой Нагло Приставали Немецкие Солдаты Вступил С ними В драку И пришлось Бежать Спасаясь От ареста Так Жизнь Его В одно Мгновение Повернулась На 180 Градусов В большевистской России Он сразу Записался Добровольцем В Красную Армию Ведь это Была Армия Рабочих И крестьян А значит Его армия И жизнь Понесла Его По фронтам Гражданской Войны Однажды После контузии Он попал В плен К белополякам Пытали В контрразведке Но удалось Бежать Опять попал В польскую Тюрьму Пока его Не освободила Красная Армия Затем Долго Лежал В больнице Жизнь Била И жизнь Учила Отгремела Гражданская Война Настала Пора Выдвиженцев Новые Кадры Нужны Были И в армии В сентябре 1922 Года Энергичного Парня Хватающего Знания На лету Назначили Политруком В четвертую Отдельную Истребительную Эскадрилью Так он Оказался В авиации Это была Уже Судьба Желание Летать Возникло У него Сразу Но начальство Рассудило По-своему Направило На политработу А политработа Это и воспитание Бойцов И политпросвещение Тогда В Красной Армии Огромное Значение Придавалось Роли Комиссара Разве Может быть Комдив Чапаев Без своего Комиссара Фурманова Яков Исправно Исполнял Свои Комиссарские Обязанности Поднимался По карьерной Лестнице Получал Новые Звания Но по-прежнему Мечтал Летать Однако Эта мечта Так и могла Остаться Мечтой Если б не Его характер Как бы Невзначай Он стал Захаживать На занятия Курсантом Постигавшим Азы Летной Профессии Часами Наблюдал Как возятся Техники С самолетами Как молодые Пилоты Готовятся К первому В своей жизни Полету Шаг за шагом Он постигал Будущую Профессию Да ты Яков Готовый Авиатор Шутя Говорили ему Друзья Но он-то Знал присказку Не тот Летчик Что взмыл К облакам А тот Кто упав На землю Рвется В небо В сущности Так с ним И случилось Однажды Яков Уговорил Приятеля Пилота Взять его С собой В агитрейс В качестве Пассажира Хотел испытать Ощущение Полета Задание Было Пустяковым Разбросать Листовки Над селами Вокруг Минска Призвать Молодежь Идти в авиацию Но на обратном Пути У-2 Неожиданно Попал в грозу И рухнул В поле Каким-то Чудом Ни пилот Ни пассажир Почти не пострадали И это Боевое Крещение Лишь ускорило Ход событий С Мушкевич Добивается Разрешения Летать На первых порах Стажером Удивительно Как он Продолжая Выполнять Нелегкие Комиссарские Обязанности Успевал Проходить Летную Подготовку И еще Заочно Учиться В Белорусском Университете На факультете Общественных Наук А по ночам Читать 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 Офицерской Квартире Потом Его вызвали В Москву На курсы Усовершенствования Военно-начальствующего Состава Привоенной Академии Имени Фрунзе С Мушкевича Явно Готовили К повышению И в конце Тридцать Первого Года Он был Назначен Командиром Витебской Особой Авиабригады Когда вскоре Эта бригада Блестяще Проявила себя В ходе маневров В Белорусском Военном Округе Народный Комиссар Обороны Ворошилов Поинтересовался Где учились Товарищ Комбриг В войсках Товарищ Нарком Коротко Ответил Смушкевич И тут же Попросил Разрешение Экстерном Закончить Школу Летчиков К Севастополе Яков Владимирович Мучила Что командуя Образцовым Авиасоединением Он формально Не обладал Дипломом Летчика И будучи Уже В генеральском Звании Не постеснялся Сесть за парту С молодыми Курсантами И блестяще Сдал Через три месяца Все экзамены Летом Тридцать пятого Года Витебская Авиабригада Продемонстрировала Своё высокое Лётное мастерство И в Москве Комбрига Представили Сталину Вот Иосиф Висленович Яков Смушкевич Его бригада Была лучшей На воздушном Параде Спасибо Товарищ Комбриг Сталин Пожал ему руку Смерил Коротким Оценивающим Взглядом И молча Удалился Но видимо Эта минута Царственного Внимания Многое решила В дальнейшем Судьбе Смушкевича И сыграла Свою роль Когда решался Вопрос Об отправке В Мадрид Старшего советника Республиканского Правительства По авиации К началу Тридцать седьмого Года Из Союза В Испанию Прибыло Ещё одно Пополнение Лётчиков Под командованием Генерала Дугласа Действовало Уже Несколько Десятков Советских Пилотов-добровольцев А морем Преодолевая Все опасности Доставляли Всё новые Партии Советских Самолётов Теперь С помощью Авиации Дуглас мог Уже решать Большие Стратегические Задачи Наносить Массированные Удары По противнику Расстраивать Планы Окружения Мадрида Которому Фашисты Продолжали Рваться С разных Сторон Сколько Подвигов Совершили Наши Лётчики В боях На реке Харами На Гвадалахаре Под Теруэлем Сдерживая Натиск Мятежников Как отмечал Впоследствии Главный Маршал Авиации Вершинин Эти операции Проведенные Под руководством Якова Смушкевича Вошли в сокровищницу Боевого Искусства Мировой Авиации Новый 1937 Год Дуглас Встречал В компании Боевых Друзей Поминали Погибших Товарищей Пили за Тех Кто только Что Получил Ордена И звание Героя Советского Союза Подняли Непременный Тост За дорогого Товарища Сталина За Родину И за новый Счастливый 1937 год Кто знал Что он окажется Для нашей страны Таким Зловещим В эти минуты Дуглас испытывал Смешанные чувства Он гордился Своими пилотами Их победами В небе Испании И бесконечно Тревожился За них Старался Не думать о том Что не всем Им таким еще Молодым Доведется Вернуться домой Обнять своих Любимых Ведь впереди Были жестокие бои И неизбежные потери Как ни прискорбно На фронтах Испании С 1936 по 1939 годы Погибло Около Ста советских Авиаторов Летчиков Штурманов Стрелков Радистов Техников Летом 1937 года Москва Отзывала Дугласа На смену Первым военным Советникам Уже направлялись Другие Прощаясь с Дугласом Лидеры Народного фронта Хосе Диас И Долореса Барури Взволнованно говорили О его неоценимых заслугах Перед Испанской Республикой А на приеме В честь Генерала Дугласа Министр флота И авиации Испанской Республики Индолесио Прето Выразил ему Сердечную благодарность От правительства За талантливое руководство Действиями Республиканской авиации И за то Что был спасен От уничтожения Мадрид Ваше имя Заключил министр Навечно войдет Минуло более семи десятилетий Другой мир Другая Испания Другой Мадрид Но он также величественен И прекрасен И почти ничто сегодня Не напоминает О драме 30-х годов О тех жутких обстрелах И бомбежках Только кто теперь помнит Здесь имя генерала Дугласа И его боевых друзей Разве что Глубокие старики Да историки Но у тысячи тысяч Спасенных советскими Летчиками мадридцев После той войны Родились дети У этих детей Уже свои дети Выросло и третье поколение Новой Испании Навсегда Отринувший фашизм И в этом Доля заслуги Таких Как генерал Дуглас Солнечным летним днем 1937 года Он подлетал к Москве Которую покинул Почти год назад Волнуя Ждал встречи С женой и дочерьми Со своей любимой Басе он познакомился Как это нередко бывало В те годы На танцах В местечке Пуховича Под Минском Потом были короткие встречи Прогулки А дальше жизнь По гарнизонам В Басе он влюбился Сразу И она без колебаний Вышла замуж за него Но думали ли они Что их совместная жизнь Будет полна Бесконечных тревог И разлук И огромного горя Едва переступив Порог своей квартиры Яков Владимирович Почувствовал Что что-то случилось Старшая дочь Роза Навсегда запомнила Этот день Сестричка Сделала балконе С домработницей И домработница Держала ее На руках Она встала на ножки А дальше Она Заговорила С какой-то женщиной Эта домработница А лениночка наша Она нагнулась И выскочила Из ее рук И Разбилась Такая трагедия была Ужасная Она такая хорошенькая Как куколка Прямо была Папа не знал ничего Пока не приехал Мама просила Чтобы никто не говорил ему Ну и папа Значит Ворвался в дом И такой счастливый Когда приехал И все А мама спряталась В моей комнате Она закрыла ключ И спрятала Она боялась Смотреть на папу Что как она Не уберегала дочь Папа говорит А в чем дело Я говорю Папа У нас лениночка погибла Как погибла Я ему рассказываю И папа сломал дверь Подошел к маме Обнял Мама поцеловаться Сказала Я понимаю Это большое несчастье Большое горе Ну что теперь делать Дорогая моя Яков Владимирович Еще не пришел в себя От страшного Потрясения Когда его срочно Вызвали в Кремль Там ему вручили Второй орден Ленина Первым он был награжден Еще в бытность свою В Испании И присвоили звание Героя Советского Союза Вскоре его избрали Депутатом Верховного Совета СССР Страна воздавала Должное Его боевым заслугам И тут произошло Самое главное Смушкевич был резко Повышен в воинском звании И назначен Заместителем Командующего Военно-воздушными силами Страны Его боевой опыт Был теперь поставлен На службу Всей нашей Военной Авиации Приближалось Первое мая 1938 года Сталин Поручил Смушкевичу Командовать Воздушным парадом Над Красной площадью В канун праздника Якову Владимировичу Не терпелось Опробовать Новый самолет Р-10 Который подарили Лично ему Рабочие Харьковского Авиазавода Смушкевич Занял место В кабине И как сотни раз Уверенно вырулил На старт Разогнался И Едва поднявшись Над землей Машина рухнула Позже выяснится Что опробовав двигатель И перекрыв кран Масляной системы Разглядяй техник Готовивший самолет Забыл этот кран Потом открыть И мотор на взлете Сразу заглох Врачи считали Положение Смушкевича Безнадежным Шесть сложнейших Переломов Тяжелейшие ожоги Очнувшись Он сразу спросил Ноги целы Летать буду Но летать ему Больше Не пришлось Все же он поднялся Преодолевая мучительные боли Стал заново Учиться ходить Не сдавался Ведь это был Дуглас Несмотря на все запреты Врачей Уже через несколько недель Вернулся В свой служебный кабинет За ширмой Поставили Раскладушку Чтобы он мог Иногда прилечь Заместитель главкома Опять с головой Ушел в работу С тревогой И болью Следил Дуглас За событиями Происходившими В ставшей Для него родной После того Как Англия И Франция Пошли На Мюнхенский Сговор с Гитлером Судьба Испанской Республики Была предрешена Западная Европа Фактически Перекрыла Пути доставки Оружия Республиканцам Советский Союз Уже не мог Оказывать им Помощь В прежнем Объеме Армия Франко При мощной Поддержке Германии И Италии Захватила Большую часть Страны Во избежание Лишних жертв Правительство Республики Приняло решение Расформировать И отозвать Из Испании Интернациональные Бригады Прощание С ними Было Глубоко Волнующе Потом Эти бойцы Антифашисты Перейдя через Пиренеи Будут Интернированы Во Франции Многих Схватят Гестапо И отправят В гитлеровские Концлагеря Некоторым Удастся Скрыться Уйти в движение Сопротивления Мир Не должен Забыть их Жертвенного Подвига Как и Подвига Советских Добровольцев Завершился Последний Акт Испанской Трагедии Генерал Миахо Командующий Обороной Мадрида В марте 39-го Года Предательски Сдал Город Фашистам Республика Пала Этот день Стал Днем Траура Для всех Кто Сражался В Испании И для Дугласа А между тем Грозные события Назревали На востоке Получив Отпор Красной Армии У озера Хасан Японцы Вторглись На территорию Монголии С которой Советский Союз Имел Договор О дружбе И взаимопомощи Квантунская Армия Намеревалась Выдти К границам Советской Сибири Смушкевич Еще в Москве Профессионально Изучил Ситуацию На Халкинголе Коммуникаций Мало Безводная Степь Жара До 40 Градусов Без активного Участия Нашей авиации Боевые Действия Могут Затянуться Привести К большим Потерям По распоряжению Смушкевича Был экстренно Сформирован Отряд Советских Асов Имеющих Опыт боев В Испании И Китае Он сам Возглавил Этот отряд И добился Чтобы его Отправили Вместе с ним В Монголию Израненные Ноги В сапоги Не лезли Пришлось Одеть брюки И сандалии Палка была Противна Взял Тросточку В таком виде И явился Перед командиром Корпуса Жуковым Которого Тогда Мало Кто Знал В своих воспоминаниях Маршал Жуков Писал Когда К нам Прибыла Группа Летчиков Героев Советского Союза Во главе С Яковом Смушкевичем Наше Господство В воздухе Стало Очевидным Школа Дугласа Не подвела Ее Питомцы Парализовали Действия Японской Авиации А потом По его Плану Стали Наносить Сокрушительные Удары По частям Квантунской Армии Это был Классический Образец Взаимодействия Нашей Авиации С наземными Частями С группой Советско-Монгольских Войск Под командованием Кумкора Жукова И командарма Штерна Корреспондент Газеты Красная Звезда Тогда еще Молодой Писатель Константин Симонов Был поражен Размахом И мощью Действий Советской Авиации На Халкинголе Он писал В ней Решающего Августовского Сражения Мы подняли В небо Без малого Тысячу Самолетов Воздух Просто кишел Ими Потом Пришло Сообщение О нашей Полной Победе 27 Августа 39 Года Японская Группировка Вторкшаяся На территорию Монголии Была окружена И разгромлена Момент Торжества На командном Пункте Симонов Запечатлел Списательской Зоркостью Тонко Подметив Характеры Военно-начальников Посреди них Выделялась Фигура Командарма Штерна Он был Официален И торжественен На гимнастерке Много орденов Новенькая Скрипящая Портупея Рядом Стоял Смушкевич С непокрытой Курчавой Головой Печальным Лицом По-крестьянски Заложив Руки За ремень На нем Были Брюки На выпуск И сандалии На босу ногу Он недавно Разбился И ноги У него Были Поломаны Встречая Мужа На аэродроме В Москве И увидев Кровь Проступающую На забинтованных Ногах Баси Испуганно Спросила Ты ранен? Да нет Москиты Покусали Но Москиты Оказались Мелкими Косточками Все еще Выходя Из раздробленной При аварии Голени Врачи Требовали Немедленно Лечь на операцию А он Уже летел В западную Украину Куда После раздела Польши Вошли части Красной Армии 13 ноября 1939 года Яков Смушкевич Достиг пика Своей военной карьеры Стал командующим Военно-воздушными силами Советского Союза А вскоре За умелое руководство Боевыми операциями Авиации На Халхенголе Ему было присвоено Звание Дважды Героя Советского Союза Сближение Сближение с Берлином Не радовало Смушкевича Сталин в беседе С ним однажды сказал Мы должны быть благоразумны И не дать повода Втянуть нас в войну Помолчав Смушкевич Заметил Мы будем благоразумны Товарищ Сталин Но до тех пор Пока благоразумие Немцев Будет превалировать Над их наглостью Реакции со стороны Сталина не последовало Но несомненно Этот дерзкий ответ Он ему еще припомнит И все-таки Той осенью 39-го Смушкевич был счастлив Предстояло встреча С родными После почти 20 лет разлуки Вместе с боевыми Друзьями Рычаговым И Лакеевым Решившими разделить Его радость Смушкевич вылетел В Литву В который уже вошли Части Красной Армии Самолет сделал круг Над родным городишком И жители Рокишкиса Заполнившие Центральную площадь Замахали руками Приветствуя Знаменитого земляка У порога Отчего дома Якова Владимировича Встретили заплаканные Старики родители Сестра И два младших брата Сколько же воды Утекло с тех пор Как он ушел Отсюда в большую жизнь С 17-летним парнишкой Яков обнял родных Подхватил мать на руки И понес ее в дом Пройдут годы И в Рокишкисе Будет установлен Вот этот памятник Он переживет Бурные события 90-х В независимой Литве Но выстоит Его защитят Жители города Ведь это и их История Встав у штурвала Военной авиации страны Смушкевич очень переживал Что тяжелые увечья Не позволяют летать ему самому Но самолет Ловкома все время Был в воздухе Смушкевич лично Инспектировал Все авиационные полки И военные аэродромы Число которых При нем увеличилось В пять раз Но больше всего Главком пропадал там Где рождалась Новая боевая техника В конструкторских бюро На испытательных полигонах Он знал Что без новых Современных истребителей И бомбардировщиков Не выиграть Будущей войны А в том Что она развозится Он не сомневался Другой его заботой Стало пополнение Летного состава Авиации Создавались школы Раздельного обучения Пилотов И командного состава По этой системе Будет проходить Подготовка авиаторов Всю Отечественную войну Авторитет Главкома Был непререкаем По ночам Ему часто звонил Сталин Хотел знать его мнение По многим вопросам Оборонного характера Иногда вызвал к себе В Кремль с докладом Казалось он Высоко ценит Главкома ВВС Доверяет И дорожит им И вдруг Отставка Без всякого Объяснения причин Осенью 40-го года Смушкевича Переводят на должность Несравнимую с прежней Теперь он всего лишь Генерал-инспектор ВВС А чуть позже Его не заводят До роли помощника Начальника Генштаба Уже отправив Смушкевича В отставку Сталин играл с ним Как кошка с мышкой Прилюдно продолжая Выказывать ему Своё расположение 1 мая 41-го года Пригласили в Кремль Вышел Тимошенко И говорит Я предлагаю Предлагаю ТОС До самого Молодого Талантливого Дарённого Нового Начальника Военно-воздушных сил Рычагова Сталин говорит Одну минуточку Подождите А я предлагаю ТОС За Смушкевича За военно-воздушные силы Друзья Лётчики тяжело Переживали Отставку Любимого Командующего Всю Несправедливость Случившегося Они старались Всё время Быть рядом Развеселить его Отвлечь Увести на рыбалку А он Ничем не выдавал Своих чувств Невозмутимо Выполнял Свои новые Служебные обязанности Но вряд ли В душе Не терзал Его вопрос За что он Впал В такую Немилость Сегодня мы можем Строить Только предположение Почему Столь востребованной Армией Военачальник Оказался В опале Но кто сумел Что-то внушить Вождю Ведь без его Ведома Командующих Такого ранга Не убирали Может Раздражал Слишком независимый Характ Смушкевича Его частые Попытки Заступиться За клеветанных Авиаторов Или ревность К его огромной Популярности В армии Но пожалуй Ближе к истине Другое Всесильный Берия Все же Опасался Сталинских Выдвиженцев Которые В будущем Могли Перейти Ему Дорогу Таких Как Чкалов А теперь Смушкевич За которым Стояла Вся Авиация И этот Кремлевский Яго Наверняка Мог Своими Наветами В кабинете Сталина Росчерком Пера Решить Судьбу Дугласа То Что Произошло В роковое 7 июня 41 года За две недели До начала Войны Навсегда Врезалась В память Дочери Смушкевича Я приехала К папе В больницу Я сидела И сидела Папа говорит Давай Надо собираться Домой Я выходила Попрощала С папой Вышла И села В машину Поехала Шофер Меня отвез И навстречу Три машины Ну Я не обратила Никакого внимания Я приехала И значит Рассказала Маме Мы сейчас Маме много Разговаривали И все И уснули И вдруг В этой темноте Зажегся свет В белых халатах Все стоят Мама говорит Что он умер Она думала Это врачи Знаете как Спросой Они говорят Нет Нет Не волнуйтесь Он жив А где же он А он у нас А вы пожалуйста Одевайтесь И у вас будет обыск Мы его арестовали 36 часов Был у нас обыск Ну все бросали Крупу, муку, сахар, продукты Все в одну кучу Просто ужас И уехали Вот Ну и тут Пришли к нам Знакомые Не боясь И даже Пришел Один очень высокий Человек И сказал С должностью Я имею ввиду И сказал Немедленно надо писать Письмо Сталину От Розы От меня И передали Значит Сталину Позвонил Поскребышев Это помощник Сталина Который сказал Что Розочка Тебя завтра Примет Иосиф Виссарионович Это было 20 июня 41 года Говорит Москва Сегодня в 4 часа утра Германские Но завтра Началась война И Розе сказали Что ее примет Не Сталин А Берия В его приемной Она прожила 6 часов Наконец ее ввели В кабинет Берии Она заранее подготовила Свой детский Наивный вопрос Я говорю Мой папа По политически арестован Или не по политически Он говорит Ты знаешь Я ничего не знаю Ты любишь своего папу Я говорю Очень Веришь Что он хороший Я говорю Он самый лучший Ну и хорошо Какой добрый Заботливый человек Лаврентий Павлович И совсем не сведущий А ведь именно Он отдал приказ Об аресте отца Розы И потом Он же подпишет Ордер Об аресте Жены и дочери Смушкевича И они долгие годы Проведут в тюрьме И ссылки На Лубянке Вслед за Смушкевичем Оказались и его летные братья Новый командующий ВВС Павел Рычагов Начальник штаба ВВС Федор Орженухин Генералы авиации Евгений Птухин Иван Проскуров Эрнст Шахт И многие другие Герои И дважды герои Советского Союза Спустя несколько месяцев 28 октября 1941 года Их расстреляли в Куйбышеве Без суда и следствия С ними расправились В те самые дни Когда немцы рвались к Москве Когда именно таких летчиков И таких опытнейших военных начальников Остро не хватало фронту Они защитили небо Мадрида Но им не дали защитить Небо родной Москвы Время безжалостно Уносит в небытие Многие события Даты Имена Не забывайте Этих отважных людей И их командующего Легендарного Генерала Дугласа Субтитры создавал DimaTorzok